сейчас рождество каникулы во всей швеции мы на даче давайте я вам покажу немножечко как мы справляем рождество это знаешь кто здесь ходил дочка нашла чьи-то следы это косуля это рой юр бэмби всякие тут ходят а и кошка вот тут кошка уже ходила мы в деревне здесь у нас мало соседей это хлев старый дом за ним я в инстаграме как-то показывала этот дом вот мой инстаграм там закрепах про дом есть правда летом не так часто здесь такая белоснежная зима мы в провинции вермланд в центре провинции вермланд и здесь далеко не всегда так много снега но когда снег здесь так уютно здесь всегда уютно но все-таки снег это такое покрывало звукоизолирующая сразу тихо и ты прямо физически чувствуешь что ты физически чувствуешь что земля отдыхает и вот затаило дыхание в спячку все ушло и от тебя никто ничего не требует ты просто сидишь у окна в кресле читаешь книги собираешься всей семьей откладываешь телефон и играешь в настольные игры ну и да тебя конечно требует когда-то мать но это уж совсем другой вопрос давайте погуляем по деревне я летом опять же гуляла по ней в инстаграме пойдем погуляем зимой посмотрим на дома и заодно немножко поговорим про рождество сейчас 12 часов дня ребят солнце в зените сегодня 26 перевалили мы короче за самую темную ночь сейчас уже к свету идем и у шведов есть выражение мы идем к светлым временам это употребляют ну вот сейчас как раз рождество отмечают 24 числа канун рождества во всех семьях по-разному кто-то главную еду ест 25 кто-то 24 но самый праздник все таки 24 именно тогда все поздравляют друг друга еду часто большинство все таки ест именно 24 именно 24 большинство подарков дарятся но не всегда нету строгих правил вот когда я росла все таки правила были такие да что 31 обычно праздник подарки первого утром но опять же разные семьи по-разному делали мы делаем классически мы обедаем ну чем-нибудь около рождественским 24 после этого смотрим мультики диснеевские это просто обеззаловка в 15.00 одно и тоже уже сколько лет 60 лет все сидят смотрят после этого дарят подарки все ну или кому дед мороз приходит том то который санта клаус и вечером едят рождественский стол и нам дед мороз приходит у нас дети раздают подарки просто берут из-под елки у нас там куча подарков и делят между всеми то есть там написано на каждом подарки они читают и отдают вот как выглядел наш рождественский стол это был шведский стол мы на кухне вы устроили а ели в гостиной столовой ну что давайте посмотрим в реале какой он шведский стол на рождество что едят шведы почти во всех сейчас домах ну за исключением оливьешечки мы сами сделали запеченный окорок к нему обычно идет горчица это салат из креветок мы сами его делали но масло естественно кто на хлеб хочет масло паштет печеночный огурчики соленые к нему на него кладут дальше много рыбки копченый лосось раз два три четыре вида селедки в разных маринадах еще селедка еще лосось гравлакс свекольный салат а еще шведы смеются над нашей шубой ага ага дальше там паштет с перцем я не помню как он по-русски два вида сыра это такой достаточно твердый рождественский сыр он называется и чеддер на тепленькая у нас а митболы и сосиски дальше здесь запеканка с анчоусами и картофелем называется искушение янсон янсон с фресельса здесь у нас кейл со сливками и немножко пармезана здесь тоже пармезан и брюссельская капуста и мы чуть не забыли эггальвур то есть половинки яиц сейчас быстренько сварим яйца и добавим их на праздничный стол разговариваем с соседями все друг друга знают очень классно вот он к нам приходил в прошлом году как дед мороз в большой деревне живет всего где-то 200 людей а конкретно в нашей части мы в пригороде деревни наверное домов 30 всего 40 может быть кто эти люди кто здесь живет но половина так точно это люди которые здесь уже давно живут у кого здесь семейные угодья как вот наша дача этот дом где вырос отец моей свекрови все таких очень много отчасти кто здесь продолжает жить то есть поколениями отчасти те кто как мы приезжаем иногда но дома здесь поколениями дадусь розовые щеки хорошо да тебе холодно там очень много немцев здесь живет немцы очень любят регион вермланд и дал она здесь как бы лето теплое настоящая классная комфортная одновременно здесь бывает снег в отличие от германии ну регулярно хоть и не я в канаву здесь лоси ходят немцы обожают лосей здесь нидерландцы живут а еще много норвежцев потому что до границы за полчаса ты доезжаешь до конгсвенера ну может чуть больше получаса больше минут там 50 но все-таки это большой город норвегии там зарплата выше намного здесь жизнь дешевле намного очень удобно смотрите ребят видите воздух переливается вот здесь так красиво это не эффект какой то просто в воздухе очень много сейчас льдинок и солнце на них прямо светит так красиво а еще есть вот такие заброшки такие красивые дома так жалко их очень мало ну может я три знаю но все таки немцы многие выкупают такие заброшки ремонтируют и селятся здесь на пенсии вот прямо классика знаете есть немцы кто в испании едет есть немцы кто швецию едет многие живут здесь круглый год здесь очень быстрый интернет быстрее чем у нас в стокгольме сюда привели стекловолокно уже лет наверное 7 назад вот этот дом обычно особенно ухожен летом я постараюсь найти вам летний кадр сейчас всегда у них робот газонокосилка гуляет цветы клумбы прямо красота но зимой не хуже но их сейчас нету машин нету здесь но звезды горят в окнах правда днем не видно с чем работают люди которые живут здесь отчасти в самой же деревне здесь есть несколько маленьких предприятий фирм плюс дом престарелых там многие работают школ детский сад фермы конечно же здесь фермер живут лошади обрабатываются поля строители всякие дома надо чинить и так далее плюс здесь в полчасе езды есть город арвика то есть там уже прилично работы а в часе час 15 езды уже карл стад но я уже сказала норвегия поэтому особенно здесь классно жить тем кому не надо каждый день выезжать на работу а только вам два раза в неделю выезжать на работу просто идеально есть куда доехать ну и не надо каждый день ездить интернет прекрасный ну и у нас тут семейная картина маслом сын остался дома помогать деду расчищать снег а мы гулять пошли сын просто не хотел ножками никуда идти он решил что если останется дома его ни к чему не привлекут а его привлекли расчищать снег он кстати наши мальчики правда оба чистят снег молодцы ребят надеюсь вам понравился кратенький обзор рождества и смотрите на микрофон деревне у меня замерзает рот поэтому я замалкаю пишите ваши комментарии внизу делитесь видео подписывайтесь на новых встреч до 후 десерт и 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 Субтитры сделал DimaTorzok